Музей под открытым небом на Кургане Славы продолжает пополняться новыми экспонатами. До недавнего времени там находились около 10 объектов военной тематики, но в сентябре экспозиция была расширена. О так называемом «Оружии Победы» далее в сюжете. Наводчик сидел в кабине. Вот ему больше всех не повезло, потому что грохот стал сумасшедший, все разбегались подальше, и ему приходилось слушать это. С такой спецификой работы нужно было мириться оператору одного из самых грозных орудий Красной Армии. Реактивная система залпового огня БМ-13, получившая прозвище «Катюша», участвовала в самых важных боях Великой Отечественной и наряду с легендарными танками Т-34 стала символом Победы над захватчиком. Это являлось самым грозным оружием того времени. Последователями РСЗО являются наши современные вооружения. Вклад в победу, который трудно переоценить, также внес и автомобиль «ГАЗ-АА». Легендарная «Полуторка» выпущена более чем 300-тысячным тиражом и прошла всю Великую Отечественную войну. Грузовик получился очень живучим и ремонтопригодным. В его кузове могло разместиться как грозное оружие, так и необходимый провиант. У многих «ГАЗ-АА» ассоциируется с дорогой жизни на замёрзшем Ладожском озере. Она столько рейсов сделала в Ленинград блокадные и обратно, что не подаётся исчислению. И все практически водители, которые были на этих «Полуторках», считались настоящими героями. Массовым оружием Красной Армии стала и «Сорокопятка». 45-мм противотанковая пушка выпускалась всего два года – с 41 по 43. В руках умелых тактиков она представляла значительную угрозу для легкобронированной техники и огневых точек противника. Её даже использовали в населённых пунктах, в городах больших, для того, чтобы уничтожить опорные пункты противника. Солдаты поднимали её, она 550 килограмм весит, затаскивали на третий-четвёртый этаж и оттуда били прямо по укрепрайонам. Итого четыре новых экспоната на Кургане Славы, каждый из которых, пусть разными методами, выполнял главную задачу – приблизить Красную Армию к долгожданной победе. Экспозиция на этом завершена не будет. В дальнейшем её обещают дополнить и другими экземплярами оружия Великой Отечественной.